Добрый день! Меня зовут Надя. Я рада приветствовать вас на моем канале. Я сниму два видео, в которых расскажу, как связать вот такой вот жакет и вот такое вот платьице в комплекте к нему. Этот комплект я буду вязать на размер примерно 8 месяцев годик. В этом видео я расскажу, как я связала вот такой вот жакет. Вязала я его из пряжи на кокарико. Два цвета. Серый это 10255, а желтый это 4492. В интернет-магазине, где я обычно покупаю пряжу, этот цвет был указан как лимонный и был намного ярче на экране. Оказался он, конечно, бледнее, но все равно сочетание мне очень нравится. Очень нежное, красивое. Я вообще люблю сочетание серого с какими-то другими цветами. Значит, пряжа. Это 50% хлопка, 50% акрила. В 100 граммах здесь 245 метров. И рекомендуемые спицы 4-4,5. Спицы я использовала для планочек резинкой я использовала спицы 2,5, а для лицевой глади спицы 3,5. Также мне понадобилось 5 пуговок. Я взяла вот такие вот ромашечки. Мне хватило двух моточков. Желтого у меня осталось много. Я его использовала для платьицы. И все равно даже осталось после этого. Вот серый тоже меньше мотка ушло на эту кофточку, жакетик. Итак, если вам интересно, оставайтесь со мной. Свяжем вместе. Начнем со спинки. Для этого на одну спицу 2,5 я набрала 67 петель серой пряжей. 67 плюс 2 кромочные. И нам надо связать для планки 8 рядов резинкой 1х1. Первая кромочная. Первая петля должна быть лицевой нашей резиночки. Начинаем с лицевой и лицевой мы ее должны закончить. Лицевая. Изнаночная. Лицевая. Изнаночная. И так вяжем до конца ряда. В изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. То есть начинаем. Первая изнаночная. Вторая лицевая. И так чередуем. Всего нам надо связать резинкой планочку 8 рядов. Я связала 8 рядов резинкой 1х1. В следующем ряду мы переходим на спицы номер 3,5. Также в этом ряду мы переходим на желтую пряжу. И в нем нам надо прибавить одну петлю. Сделаем мы это где-нибудь в середине. Прикрепляем желтую нить. И вяжем лицевой гладью. В лицевых рядах все петельки лицевые. В изнаночном все петельки изнаночные. Я провяжу 34 петли. Далее прибавлю одну петельку. И продолжу вязать. Добавляем одну петлю. Далее прибавляем 1 петлю из протяжки. И продолжаем до конца ряда лицевыми петлями. Лицевой ряд я связала. Изнаночный. Все петли провязываем изнаночными. Нам надо связать желтой пряжей 4 ряда. Смену цвета я буду делать каждые 4 ряда в лицевом ряду. Провязала 4 ряда желтой ниточкой. Возвращаемся к серой. Первую кромочную петлю не снимаем, а сразу провязываем серым цветом. Подтягиваем желтую нить. И вяжем также 4 ряда уже серой нитью. Далее опять вернемся к желтой. Я связала 12 рядов. И сейчас начинаем закрывать проймы для рукавов. Для этого переходим на желтую нить. Продолжаем вязать наши полосочки по 4 ряда. И нам надо закрыть с каждой стороны 1 раз 3 петельки, 1 раз 2 петельки и 3 раза по 1 петле. Это мы будем делать в начале ряда. То есть в начале лицевого и в начале изнаночного. Мы закроем по 3 петли, далее по 2 петли и далее 3 раза по 1 петле. И вяжем до конца ряда. В изнаночном ряду точно так же закрываем 3 петли в начале ряда. В следующих 2 рядах закроем по 2 петельки. В начале ряда. Закрываем 2 петли. И в следующем так же закроем 2 петли. И в следующем так же закроем 2 петли. И с этой стороны так же закроем 2 петли. И с этой стороны так же закроем 2 петли. 1 раз по 3 петли. И с этой стороны так же закроем 2 петли. И 1 раз по 2 петли. И теперь нам надо закрыть 3 раза по 1 петле с каждой стороны. То есть в следующих 6 рядах нам надо убавить по 1 петле в начале ряда. 2 петли. 2 петли. И закрываем 1 петельку в начале ряда. Вяжем до конца. В следующих 5 рядах нам надо закрыть по 1 петле в начале ряда. У бабочки я сделала. На спицах у меня осталось 52 петли плюс 2 кромочные. И продолжаем вязать лицевой гладью до высоты 25 см. Я связала 25 см. Начинаем закрытие для плечиков и для горловины. Для горловины нам надо будет закрыть средние 12 петель. Поэтому я повесила маркер. Разделила вязание пополам. У нас 52 петли плюс 2 кромочные. Это 54. Делим на 2. Получаем 27 петель. Закроем для горловины. Всего нам надо закрыть 12 петель. Значит в этой половинке закроем 6 и в этой 6. Одновременно мы будем закрывать плечики. Один раз нам надо будет закрыть 4 петли. И потом еще 2 раза по 4 петли. Вначале я свяжу вот эту половину. Потом вот эту. Из-за того, что вот здесь вот у нас идет перехлёст ниточек, чтобы их не пришлось обрезать. У меня только по одному моточку. Поэтому вначале будем вязать как бы правую, потом левую половинку. так, начнем. 4 ряда связаны. Надо переходить на желтую нить. И закрываем 4 петли. 2. 2. 3. 4. Вяжем до маркера. 3. 4. 5. 5. 5. Повернуем петельку перед маркером. Провязываем изнаночной. Маркер нам больше не нужен. Разворачиваем вязание. И закрываем 6 петель для выреза горловины. шесть довязываем до конца ряда в этом ряду закрываем опять 4 петельки вяжем до конца разворачиваем для горловины закрываем 8 петель разворачиваем вязание здесь должна уже проходить смена цвета но в последнем ряду мы ее делать не будем и просто закрываем оставшиеся петли сейчас я обрежу желтую нить серую нить обрежу закреплю и закончим вот эту половинку прикреплю вот здесь вот желтую ниточку и начну закрывать горловину то есть так же закрою 6 петель для плеча в изнаночном ряду закрою 4 потом следующем закрою 8 петель для плеча 4 и оставшиеся 4 петель для левой полочки я набрала 39 петель плюс 2 кромочные и нам надо связать 8 рядов резинкой 1 на 1 но начнем мы резинку с одной изнаночной петли закончим двумя лицевыми то есть мы провязываем изнаночная лицевая изнаночная лицевая и так вяжем до последних трех петель вот так вот лицевая изнаночная у нас остается две петельки и обе их провязываем лицевыми лицевая и лицевая кромочная для планки нам надо связать 8 рядов всего значит нам осталось связать еще 7 7 8 рядов планочки готова в девятом ряду мы переходим на большие спицы три с половиной присоединяем желтую нить и начинаем уже вязать полосочками также нам надо будет добавить одну петлю в середине первую петлю провяжем желтенькой лицевой а дальше я будем просто снимать как кромочную так все петли вяжем лицевыми так серединка из протяжки поднимаем одну петлю так и так так На спицах у нас стало 40 петель плюс 2 кромочные. И нам надо связать 12 смен цвета до проймы рукавов. В каждом цвете мы будем провязывать по 4 ряда, точно так же, как на спинке. Все это вяжем лицевой гладью. В лицевых рядах лицевые петли, в изнаночных изнаночные. Я связала 12 рядов полос. Начинаем закрывать проймы рукава. Делаем это точно так же, как и на спинке. Один раз закроем 3 петельки, один раз 2 петельки и три раза по одной петле. Все это будем делать в начале лицевого ряда, чтобы пройма была справа. Закрыли 3 петельки. Через ряд закроем 2 петли и потом 3 раза, тоже через ряд, по одной петельке. У нас должно будет остаться 32 петли плюс 2 кромочные. Я закрыла все петельки для проймы рукава. У меня на спицах осталось 32 петли плюс 2 кромочные. И сейчас я буду продолжать вязать полосочками лицевой гладью до высоты 21 полоса. Тогда я начну закрывать горловину, а на высоте 24 полосочки я буду закрывать плечики. Встретимся, когда будет связано 21 полосочка. Сейчас у меня уже связано 14. Я связала 21 ряд полосочек. Начинаем закрывать пройму горловины. Переходим на серый цвет. И провязываем весь ряд. Закрывать будем в изнаночных рядах, чтобы горловинка была закрыта вот с этой стороны. В первом ряду нам надо закрыть 8 петель. 8 петелек мы закрыли. Далее через ряд, то есть в каждом изнаночном ряду нам надо будет закрыть 4 петли, далее 3, далее 2, и потом 3 раза по одной. Одновременно нам надо будет, как и на спинке, когда мы начнем 25 полосочку, начинать закрывать плечики. Делать это будем точно так же, как и на спинке. Один раз 3 петли, 4 петли вернее, ну и все время по 4 петельки. Это мы будем делать в каждом лицевом ряду. Лицевой ряд провязываем. В изнаночном закрываем 4 петельки. Мета скрываем 6 петельки. Фрай. Меняем полосу. В изнаночном закрываем уже 3 петли. Далее 2 петли. И потом 3 раза по одной. Двадцать пятый ряд. Переходим на желтую нить. И для плеча закрываем в лицевом ряду 4 петли. 1, 2, 3, 4. В изнаночном ряду закрываем последнюю петлю для горловины. Снова в лицевом ряду закрываем 4 петельки. Так же, как мы это делали для спинки. В изнаночном ряду уже все петли мы убавили. Теперь остается только в лицевых. Левая полочка готова. Обрезаем нить. И вытягиваем. Правую полочку будем вязать аналогично. За тем исключением только что, когда мы будем вязать планку из 8 рядов. Мы в левой полочке начинали с изнаночной петли и заканчивали двумя лицевыми. Для правой полочки нам надо будет начать двумя лицевыми петлями и закончить одной изнаночной. А так все то же самое. В девятом ряду перейти на большие спицы на другой цвет и добавить одну петлю и симметрично связать. Для рукава я набрала 46 петель плюс 2 кромочные и связала 8 рядов резинкой 1х1. Набирала на меньшие спицы, на 2,5. Значит, 8 рядов мы связали. Теперь переходим на спицы 3,5. Присоединяем желтую нить. И начинаем вязать полосками лицевой гладью. Нам надо связать две полоски, 8 рядов, то есть. И тогда мы начнем делать прибавки. Две полоски. Начинаем делать прибавки. Прибавки мы будем делать с двух сторон в каждом шестом ряду 7 раз. То есть всего мы прибавим получится 14 петелек. Сейчас на спицах у нас 46 плюс 2 кромочные, а должно стать 60 плюс 2 кромочные. Переходим снова на желтый цвет. Кромочную первую провязываем. Из протяжки добавляем одну петельку. И вяжем ряд до последних петель. Давай. Музыка. В конце ряда также прибавляем петлю. И кромочная. Изнаночный ряд. Все петли провязываем изнаночными. Прибавляем в каждом шестом ряду. Всего 7 раз. Один раз мы уже прибавили, значит еще 6 раз. Я выполнила все прибавки. Связала уже 14 полос. Начинаем делать убавки для оката рукава. Для этого мы в начале ряда, в начале лицевого и симметрично в начале изнаночного убавим один раз 4 петли. А далее схему я напишу, сейчас она у вас выскочит на экране, потому что там достаточно сложно объяснять. Начинаем делать убавки. Убавки делаем в каждом втором ряду. С обоих сторон. Переходим на желтую нить. Очередность полос мы сохраняем. И закрываем в начале ряда 4 петли. Вяжем до конца ряда. И в начале следующего изнаночного ряда также закроем 4 петельки. Продолжение следует... Продолжение следует... Разворачиваем. И тоже закрываем 4 петли. 4 петли. И продолжаем вязать, закрывая в каждом втором ряду. Получается, нам надо будет закрыть 2 раза по 3 петли с обеих сторон. 1 раз 2 петли. Потом опять 2 раза по 3 петли. И 1 раз 4 петли. Я сделала все убавки, как расписывала. У меня осталось на спице 16 петель плюс 2 кромочные. Сейчас я довяжу до конца эту полосочку. И на высоте 18 полосок от планочки закрою оставшиеся 18 петелек. Довязываем 2 ряда. И в последнем закрываем. Смену цвета уже не делаем. И закрываем оставшиеся петли. И в последнем закрываем. И на высоте 18 петель. И надо embрасывать. И на высоте 18 петли. И обращаем оставшиеся петли. Рукавчик наш готов. Обрезаем ниточку. Второй вяжем аналогично. Для планки горловины я набрала 79 петель плюс 2 кромочные. И связала 6 рядов резиночкой 1х1. Но начала и закончила я двумя лицевыми. То есть 2 лицевые, изнаночные, лицевая, изнаночные, так до конца и в конце также 2 лицевые. Далее я связала 1 ряд лицевой глади. Это нам надо для того, чтобы потом мы кетельным швом всё пришили к горловине. И сейчас я ещё свяжу контрастной нитью 2 рядочка лицевой глади. Потом мы их просто распустим. когда будем прикитлёвывать планочку горловине. Нить не закрепляем. Просто присоединяем и начинаем вязать изнаночный ряд у нас изнаночные петельки. Нам надо связать 2 рядочка. Кофточка готова. Я выполнила плечевые швы, боковые швы, вшила рукава, подшила на одну петельку по тайным швам полочки. Прикитлевала горловину. Ссылку на видео, как это можно сделать, я оставлю в инфобоксе. Пришила пуговки. Большое спасибо за просмотр! Поговорю про пуговки. Как? «Большое спасибо за просмотр!» Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок